Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Евгений Геннадьевич Гурович, заведующий Денцовской детской поликлиникой. А поговорим мы сегодня о вакцинации против гриппа. Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. Рада видеть вас в нашей студии. Компания по вакцинации уже идет. Как она проходит? Все ли успешно? Насколько активно в этом году вакцинируется детское население? Здравствуйте, Маша. Вакцинация началась с 31 августа и продлится до 1 декабря. Будут провакцинированы все дети в садиках, все дети в школах и неорганизованные дети с 6 месяцев. Сейчас, в данный момент, у нас вакцина Сави Грипп, которая абсолютно безопасна для всех возрастов, в том числе детям от 6 месяцев и даже взрослым. Все-таки количество отводов и отказов от прививки против гриппа с каждым годом растет или уменьшается? Или все-таки родители чувствуют ответственность и соглашаются охотнее на вакцинацию? Да. Сегодня, даже сейчас, приходили ко мне родители. Они приехали просто к нам месяц прожить, и они уже хотят сейчас сделать вакцину от гриппа. То есть, со временем, с годами родители стали относиться более серьезно к этому вопросу и понимают, какие проблемы могут возникнуть, если не привиться. Если говорить об осложнениях, которые могут возникнуть вследствие, если ребенок заболел гриппом, чем опасен грипп? Сам по себе грипп опасен осложнениями. Это пневмония, это отек мозга, это кома, это другие заболевания, которые ведут к инвидиализации и иногда даже к смерти. Но, собственно, ведь вакцина и разработанная существует именно для того, чтобы, если ребенок или взрослый человек заболеет гриппом, то вот все те осложнения, которые могут возникнуть, они не возникнут. Вот именно от них и убережет та самая вакцина. Правильно? Я правильно понимаю? Да, вы правы, Маша, да. Он оберегает от тяжелых последствий гриппа. То есть течение заболевания будет протекать облегченно. Да, будут типичные проявления гриппа. Это температура высокая. Это отсутствие насморка, как критерий. Один из показателей того, что это может быть грипп. Сухой кашель и сильнейший озноб первые двое суток. Вот это первые признаки гриппа, отличающих его от обычного респираторных вирусных инфекций. Если говорить о вакцинации именно детского населения, как она проходит, где можно привиться против гриппа, где можно получить эту вакцину? Потому что все мы знаем, что, например, вакцинация взрослого населения, это можно сделать и на центральной площади города, и во всех поликлиниках. И в том числе бригады врачей выезжают на крупные предприятия и проводят там вакцинацию. А то, что касается детей, где и как? Да, вакцинироваться можно в детской поликлинике. Вакцинация проводится во всех детских садах медицинских кабинетах, во всех школах медицинских кабинетах. Прививки вполне достаточно. И я всех призываю, чтобы вы пришли и привились, как я со своей семьей, чтобы быть полностью защищенным от болезни. Но врачи, учителя – это вообще первые те, кто всегда… Да, это первые и главные люди, которые в первую очередь должны прививаться. Они в группе риска. Поэтому надо, чтобы была эта специфическая защита от вируса. В этом году полностью совпадает та информация, которая поступила от Всемирной организации этого хранения. И вакцина создана по тем штаммам, которые были известны. И в этом году, как говорят, полностью попали в тот список, который будет. Поэтому защита обеспечена. Защита обеспечена. Осталось только, собственно, сделать. Да, сделать вакцину. Сделать вакцину можно в детской поликлинике. Даже в субботу. Привычные кабинеты работают в субботу. Какие необходимы для этого документы? Нужен ли осмотр врача? Вот как процедура строится? Нужно прийти в поликлинику по месту прикрепления. Принести полис и свидетельство о рождении. Пройти врача участкового педиатра или врача дежурного педиатра. И прийти и сделать вакцину. На что в первую очередь обращает врач-педиатр, который разрешает, либо не допускает до вакцинирования? Осмотр врача-педиатра в первую очередь направлен, чтобы в данный момент ребенок был здоров. Чтобы у него не было никаких острых вирусных инфекций, не было каких-то затяжных инфекций. Чтобы ребенок смог это перенести. Вакцинируются даже дети-инвалиды. Вакцинируются даже беременные сейчас. То практически ограничений в прививке гриппа не существует. Евгений Геннадьевич, начался новый учебный год. На улице, к сожалению, солнечная погода сменилась холодом и дождями. Все-таки наблюдаете ли вы рост и увеличение количества именно респираторных заболеваний? Да, увеличение произошло. В течение трое недель достаточно высокое. Мне бы хотелось сказать, что особенно страдают дети садиковского возраста. Потому что очень много детей ходят с кашлем, ходят с насморком в сад. И это настоящее распространение инфекции. Хотелось, чтобы этого не было, следить за детьми, не доводить до высоких температур, вызывать врача на дом, чтобы мы осмотрели и назначили соответствующее лечение. В случае, если будет выявлено, что это грипп, что ребенок заразился и болеет гриппом, дальнейшие действия? Если врач выявляет, ребенок, естественно, госпитализируется и проводится иммуносупрессивная терапия, специализированная терапия, чтобы убрать вирус гриппа. Но если ребенок будет привит, то в основном, даже если будет ставиться, то это будет протекать в легкой форме, госпитализация не потребуется. Если ребенок заболел, что для родителей должно служить сигналом для того, чтобы они немедленно вызвали врача на дом? И все-таки, если ребенок болеет, стоит ли везти его в детскую поликлинику, как часто можно наблюдать, это делают родители? Если, конечно, высокая температура, везти, конечно, не стоит. Если затяжная температура, более трех дней, четырех дней, стоит вызвать врача на дом или вызвать скорую помощь, чтобы госпитализироваться в инфекционное отделение, чтобы можно было это вылечить. Стараться больше уделять внимание жидкостью во время болезни, чтобы ребенок больше пил. Никаких тяжелых продуктов, все легкое, фрукты, овощи, чтобы ребенок мог получать все витамины, которые в этот момент возможны. Стараться, чтобы обязательно проветривать помещение. Каждый час, хоть по 5-10 минут обязательно проветривать, чтобы можно было снизить распространение вируса. Дети бывают маленькими, они не всегда могут правильно сформулировать, рассказать, что у них болит, в чем они чувствуют недомогание. Как родители должны понять, по каким симптомам, что что-то с ребенком происходит не так? Ну, вот те признаки, о которых мы сказали ранее, они основополагающие, поэтому надо следить за ребенком, за его состоянием. Если что-то беспокоит, в основном это очень высокая температура, до 40. И тем самым можно разграничить, это обычная респираторная вирусная инфекция, или это все-таки уже вирус гриппа. Существует лечение и существует профилактика, и это вакцина-профилактика. Помимо вакцины, какие еще меры профилактики могут и должны использовать родители, чтобы предотвратить заболевание, конечно же, детей в первую очередь, но и всей семьи, в частности? Все меры профилактики направлены на хороший ответ организма на вирус. Здоровый образ жизни. Постоянное достаточное количество витаминов в организме. Витаминотерапия, которая должна проводиться именно сейчас, как взрослыми, так и детьми, чтобы мы могли подготовить организм к сезону заболеваемости. Зачастую это не происходит, дети ослаблены, и летом они недополучили достаточное количество витаминов, и поэтому заболевают. А взрослым обязательно по возможности не находиться в контакте с больными. Очень часто взрослые ездят в общественном транспорте, очень много народу сейчас, как мы знаем, и стараться, чтобы иметь методы защиты. Маска. Обязательно промывать нос, после мыть чаще руки, чтобы не передавалось это через контакты, и не передавалось это через воздушную капельницу. Сейчас организовано для детей огромное количество различных мероприятий. Москва в этом смысле, ну, прям точка притяжения, и в Одинцовском районе тоже очень много всего. Вот вы, как врач, считаете, стоит ли посещать именно массовые мероприятия, или все-таки на этот период, осенний, зимний, ну, как-то отказаться и бывать в таких местах как можно реже? Нет, я не считаю, что нельзя ходить на какие-то мероприятия, тем более будет зима, Новый год, много разных праздников, и ходить надо. Кинотеатры, торговые центры. Но надо ребенка подготовить к этому, стараться не находиться вот именно в помещениях, потому что в помещениях при тепле как раз и развивается этот вирус, а находиться на свежем воздухе, чтобы это было и полезно, и можно было чем-то развлечь ребенка. Зачастую мы ходим в торговые центры, где замкнутый воздух, где много кондиционеров, и все это развивает, соответственно, вот эту инфекцию. Что бы вы пожелали в завершении нашей передачи телезрителям? Я пожелаю здоровья, счастья, чтобы дети были здоровы, а вот это в первую очередь. Ну и, конечно же, призываем всех вакцинироваться. Да, обязательно вакцинироваться, потому что вакцинация – это залог нашего с вами правильного иммунитета. Спасибо, Евгений Геннадьевич. Будем надеяться, что наши телезрители, жители Одинцовского района обязательно откликнутся, задумаются и придут, сделают вакцину и своим детям, и, конечно же, себе. Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok